По традиции благочинный архивандрит Нестер на Троицу возглавляет литургию в Троицком храме села Назарева в сослужении его настоятеля Ильи Лукьянова, священника Александра Болотного и дьякона Ильи Есина. Храм, ныне украшенный березами, большой, на первый взгляд, для села кажется излишне величественным, но лишь до той минуты, когда узнаешь о тех, кто приложил руку к прославлению и благоустройству Назарева. Это и Петр I, и Голицын, и Михалков, и Кутузов, до всех не перечислить. В богоборческие советские годы храм уцелел, но изуродованный внутренним перегородками. Он вмещал почту, отделение Сбербанка и множество других организаций. Наконец настали времена, когда храм возвращен церкви, и более 20 лет здесь идет реконструкция. Сегодня храм в лесах, это значит, что скоро со стен исчезнет этот кошмар. И купол, и барабан после оштукатуривания и покраски засияют. Все это недешево, все работы производятся на пожертвования прихожан, которые в полном составе, все, кто присутствует на литургии, отправляются к причастию. Сей факт не уходит от внимания церковного начальства, и архимандрит Нестор в своем обращении к прихожанам благодарит их за сплоченность, за преданность храму, за доверие настоятелю обращается к цитате одного из самых великих святых Игнатия Богоносца. Будьте вы едины с вашим предстоятелем, составляйте единый хор, будьте как струны в налаженной цитре, чтобы единым голосом возносить полетную песню Богу. День Святой Троицы в Назарьеве традиционно отмечается День поселка, и он немыслим без крестного хода, по сути, малой проповеди. Троицкий храм – духовный и культурный центр Назарьева. Богослужение на Троицу включает вечернюю, на кое читаются три колено преклоненные молитвы ко Господу о прощении грехов и даровании щедрых благ. Ни видимы, ни постижимы, ни следимы, ни примерные, ни победимы, ни щеки, ни злобия Господа, едины мере бессмертия во свете живы и неприступны. Уже не первый год на территории храма располагается православный культурный центр Николая Чудотворца, где всем дети Назарьева бесплатно занимаются в творческих кружках и изучают закон Божий, почитаемый самым интересным занятием. Мы там изучаем закон Божий, заповеди. То, что нельзя обижать слабых, то, что я не помню все заповеди, но это самое больше всего мне запомнилось. Учитель начальных классов Нелли Владимировна Цветкова, местная прихожанка с 1995 года, вместе с назаревцами открывала храм уже как церковное здание. Подтверждает, жизнь кипит и не только на приходе. И в школе батюшки у нас, отец Александр, отец Илья, на всех праздниках, вот недавно был последний звонок, они всегда с нами. Мы их приглашаем на классные часы. Мы идем с батюшком с какими-то радостями, с горем всем. Мы все здесь, поэтому это часть нашего. Не зря храм расположен в центре поселка. И, как сказал сейчас батюшка Илья, мы в храме начинаем свою жизнь с крещением и заканчиваем с отпеванием. Поэтому это радостная такая частичка нашего поселка. Восстановление порога на святыне – дело ответственное. Назаревские прихожане почитают за честь принять участие в историческом деле, а молитва за строителей, попечителей и благоустроителей возносится за каждой литургией. Ольга Винтер, Одинцовская, благочиние, телекомпания Одинцова.